Всем привет! С вами Анна Алябьева и программа «Современное строительство», где мы рассказываем про строительство и обустройство соломенного эко-дома. Сейчас декабрь месяц, мы наконец-то закончили фасад нашего дома. Скоро я расскажу, из каких материалов мы его построили. Покажу некоторые интересные приобретения для нашего эко-дома, а также расскажу про пять фишек встречи экологичного Нового года. Ровно четыре года назад состоялись первые съемки программы «Современное строительство. Эко-дом». Напомним, дом соломенный, выполнен по технологии каркасного соломостроения. На протяжении всего цикла программ мы наблюдали за трансформациями, которые происходили в доме. Соломен дом предстал перед нами во всей своей красе. С полностью завершенным фасадом. В точности повторяя дизайн-проект. Как я вам сказала, фасад нашего дома завершен. Основной материал, который мы использовали, это от компании «Технониколь Хауберг». Вот такой вот декоративный сланец. Такой очень красивый, я считаю, материал. На цоколь мы использовали искусственный камень от компании «Вайт Хиллз». Софиты у нас и водосточная система от компании «Технониколь». И как раз сейчас я эксперту Андрею задам несколько вопросов и расскажу, почему именно выбрала этот вариант. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами уже не первый раз встречаемся на нашем объекте, на нашем эко-доме. Встречались летом, рассказывали про фасадную плитку «Хауберг». И сегодня я хотела бы, чтобы вы нам рассказали про софиты и про водосток. Хочу заметить, что дом преобразился с того момента, как я был в лучшую сторону. Выглядит очень красиво. По поводу монтажа водостока и софитов. Эти материалы состоят из ПВХ, это поливинил-холорит. Материал производится в Рязани и в Хабаровске на наших заводах. При этом при использовании используется в том числе и вторичное сырье при производстве. Какой-то там может брак. Они перерабатываются и из этого потом делаются уже новые правильные материалы. По поводу монтажа. В принципе, зимой монтировать также можно. Особых различий нет. Различия будут только в том, если мы говорим, например, про софиты, что нужно немного больше зазоров оставлять для термического расширения, поскольку это пластик. При нагреве он немного увеличивается в размерах, поэтому просто нужно больше зазоров. И еще желательно хранить материал в теплом помещении перед монтажом. Рекомендуемая температура, до которой, в принципе, нормально будет проходить монтаж, это где-то минус 10-15 градусов. Когда совсем уже мороз, ну и рабочему трудно будет даже работать. Самостоятельно можно? Насколько сложно осуществить монтаж самостоятельно? На самом деле в монтаже нет ничего сложного. Водосточные системы собираются все путем защелкивания элементов друг от друга. Все просто, но единственный момент в том, что, особенно если посмотреть на ваш дом, очень высокие свесы, и, соответственно, просто так туда не забраться. Поэтому для этого нужны специальные строительные леса, которые, если арендовать самому это, могут выйти достаточно дорого, потому что затянутся сроки. Потому что когда человек монтирует что-то в первый раз, даже если делать все по инструкции, все равно это будет достаточно долго. Поэтому монтировать можно самому, все инструкции и указания, как это делать, есть. Но проще доверить это бригаде. Андрей, еще такой вопрос. Срок службы софитов и водостока. То есть сколько лет официальная гарантия на эту систему? На водосточную систему у нас идет комплексная гарантия 15 лет. То есть она идет на механическую прочность, на герметичность, на цветостойкость. То есть в течение 15 лет компания несет материальную ответственность за качество материала. Реальный срок службы может быть 50 лет. То есть на самом деле он достаточно большой. По софитам гарантия на какие-то механические привлечения, на геометрию составляет 50 лет. На цветостойкость, в зависимости от цвета, она другая. То есть на белый цвет, например, гарантия 11 лет. Такая же срок службы может быть гораздо больше. Ваша компания заботится об окружающей среде, использует новые технологии, идет в ногу со временем. Спасибо вам большое. Меня вообще все устраивает. Очень красивый водосток и софит. Мне кажется, очень привлекательно смотрится. В целом украшает дом. То есть это как бы и необходимая вещь. И в то же время она и функциональная, и по внешнему виду очень даже привлекательная. Да, совершенно верно. Водосток, он защищает в том числе и фасад, и отводит воду от фундамента лишнюю, чтобы... Не скапливалось. Да, не скапливалось. Фасад у нас состоит из трех материалов. И вот этот третий материал, можно его назвать мягкий клинкер. В данном случае это у нас не клинкерные кирпичи, а форма слэбов. Мы производителя попросили не резать нам под кирпичи, потому что мы хотели сделать формат дерева. Сделали небольшие зазоры. Возможно, летом будем заделывать швы, а может быть, оставим так. Это тоже очень экологичный материал. Это смесь песчаника, бетона. Ну, такой достаточно легкий, на мой взгляд, оригинальный материал, который хорошо вписался в формат хауберга с техно-николем. Откосы у нас металлические, коричневого цвета, под цвет окон, которые сделаны из стеклокомпозита. У дома появилась удобная лестница с ограждением в стиле Прованс, переходящим на галерею и террасу. Кстати, на террасе уже идет монтаж мягких окон. Мягкие окна – это прозрачные шторы из ПВХ, что позволяет оставаться в окружении природы и в то же время находиться в защищенном пространстве с круговым обзором. По всему периметру уличные занавесы имеют окантовку из цветной ткани ПВХ, в которую устанавливается фурнитура, оцинкованные люверсы для их закрепления в проеме. Прозрачные шторы для беседок и веранд, в отличие от стекла, хорошо пропускают звуки окружающей природы, нет ощущения изоляции. Большим плюсом прозрачных мягких окон штор является их абсолютная безопасность. Очень удобно, что в случае необходимости в жаркое время года шторы могут быть скручены наверх в рулон или сдвинуты в сторону. Сергей, здрасте! Привет! Это было очень эффектно. Расскажите, что это за новый зверь? Собаки и кошки у нас уже есть. А что это за чудо? Это аккумуляторный снегоуборщик от компании Greenworks. Он работает от аккумулятора, то есть не требуется никакого провода, не нужно бензина, просто заряжаем аккумулятор, ставим его в снегоуборщик, и можно начинать работать. Здорово! Это получается, кстати, очень экологичный вариант с аккумулятором. То есть получается не бензина, не электричество напрямую, а просто аккумулятор, которым можно постоянно заряжать. Конечно! Это еще и самый безопасный вариант. То есть не нужно по участку растягивать удлинитель, нет опасности его перебить и произвести короткое замыкание. Я сама смогу чистить участок? Конечно! Нет ничего проще! Бери аккумулятор, ставим аккумулятор в защищенное, кстати, от снега и влаги. Специальное отверстие ставим. Да, и так по нему щелкнуть надо. Вот, все, защелкнулся. Закрываем. Для того, чтобы он запустился, нужно нажать на ключ и на ручку. После этого он запускается. Дальше мы его двигаем. Кстати, это еще и ключ защиты от детей. То есть его можно забрать с собой, и никто не сможет включить. Сергей, у меня такой вопрос. А кроме участка, где-то еще можно очистить снег? Ну, вообще можно чистить на абсолютно любых поверхностях. Так, скребок этого снегоуборщика сделан из пластика, а сами лопасти во время вращения не касаются земли. То есть можно чистить снег даже на деревянной веранде. Ну, вот таких мест у меня сейчас очень много. Это и веранда, и еще эксплуатируемая кровля на крыше. Где, кстати, сегодня навалилось снега, и можно попробовать сейчас там почистить. Пойдем почистим и удобнее, чем лопатой. Ну что, попробуем? Обязательно. Гринворкс Гринворкс – один из мировых лидеров на рынке аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Бренд выделяется широким модельным рядом инновационных продуктов. Оптимальное сочетание цена-качество делает продукт доступным для широкого круга потребителей. В принципе, очень даже доступно и для меня тоже. Единственное, снега выпало сейчас много, если регулярно, наверное, чистить, да, начиная со скольки сантиметров, будет проще и легче. В принципе, можно чистить при глубине снега до 20 сантиметров. Но, опять же, чем чаще мы чистим снег, тем легче его убирать. Вот. И когда чистим, надо не пытаться сразу на всю ширину снегоуборщика, пытаться убрать, брать небольшими полосочками, и тогда весь снег мы спокойно скинем туда. Вот еще такой технический момент. Мне говорили, что снегоуборщики могут ломаться, если будут попадать туда камни или какие-то инородные предметы, не предназначенные для аппарата. Есть какая-то защита, да, и вообще? Про это скажу следующее. То есть, самый рабочий элемент этого снегоуборщика – это шнек. То есть, вот эта вращающаяся поверхность – это шнек. Так вот, шнек на снегоуборщике сделан из армированного сеткой пластика. То есть, это в несколько слоев проклеена сетка вместе с пластиком. При попадании сюда деревяшки, льдины или камня, максимум, что будет – царапина, вот. Но кусок от шнека никогда не отломится. Ну и как бы внутрь туда не попадет, да? Внутрь не попадет. То есть, просто поцарапает его. Как бы может камень зацепить и вылететь вместе со снегом. Вот. Также здесь есть электронная блокировка при нагрузке. То есть, если что-то сюда попадает, шнек не будет долбить по этому предмету. Он ударяется, электроника блокирует. Все. Мы удаляем инородный предмет, заново запускаем снегоуборщик, и можно работать. Напомним, владелица дома и ведущая программы Анна Алябьева – организатор проекта «Инфогринвошинг» в Инстаграм. Ее проект был среди первых, кто затронул тему гринвошинга в России. За 8 лет своего развития проект вырастил много экоблогеров. Своим вниманием к брендам в сфере развития натуральных продуктов в России добились не просто разоблачений, но и реальных действий, когда бренды меняли составы и становились более экологичными. За это время проект Анны проводил вебинары с врачами и экспертами в разных областях, размещал на своих страницах статьи об органических продуктах питания и на тему биодинамического сельского хозяйства. Каждый день проект «Инфогринвошинг» старается держать руку на пульсе, чтобы делать мир лучше. Безопасность и экологичность очень важна для Анны. Именно поэтому все материалы, которые используются в строительстве дома, его отделки и преображают собой интерьер, проходят лабораторные исследования и имеют экосертификаты. Встреча Нового Года – это всегда особая атмосфера. И чтобы встретить Новый Год экологично, я поделюсь с вами пятью лайфхаками. Во-первых, это, конечно же, безопасные, красивые новогодние игрушки. У меня игрушки с прошлого года, мне моя знакомая пошила вот такие вот интересные мягкие тряпочные игрушки, а также игрушки из бумаги, так называемой папье-маше. Я считаю, что это особый вид искусства. Также можно использовать керамику, стекло или вот такие вот красивые деревянные подвесы. Самое главное еще – это, конечно же, елка. Здесь у меня экибана из свежих елок. На веранде у меня стоит елка в катке, то есть мы, когда наступит весна, мы ее посадим. Конечно же, Новый Год – это подарки. И я очень советую, рекомендую покупать экологичную, либо органическую, натуральную косметику для своих друзей, для своих близких. Все, что вы можете сделать лучшего – это действительно подарить полезные подарки. Дальше – упаковку. Упаковку желательно не использовать, ну, так скажем, материалы, которые нельзя сдать в переработку. Для меня идеальный вариант – это картон, бумага, даже есть вот такая вот бумага, это не целлофан. И очень, мне кажется, красиво. Еще, если вы в новогоднюю ночь, да и, в принципе, в доме используете свечи, я вам очень рекомендую использовать восковые свечи, ни в коем случае не парафиновые, потому что при зажигании парафин выделяет небезопасные вещества. Зачем им не дышать? Ну и, конечно же, новогодний стол. В прошлой программе я вам рассказывала про безопасную посуду. Эту серию можно еще посмотреть на YouTube. А я вкратце напомню, что посуда, с которой мы едим, должна быть безопасна. Бокалы должны быть из прозрачного стекла. Использовать при приготовлении хорошую качественную керамику, жаропрочную. И тарелки использовать тоже керамические, желательно в одном цвете лучше белые. И ни в коем случае не использовать меланиновую посуду. Как ни крути, конечно, самое волшебство и впечатление – это вот эта вот подсветка и гирлянда. Гирлянда у нас специальная, уличная. Здесь существует очень много нюансов. Провод каучуковый. Все влага защищена, прочная. Мы повесили на практически весь передний фасад. Эта гирлянда называется бахрома. А еще у нас есть гирлянда занавес. Также по контуру дома переднего фасада у нас идет светодиодная ленда. Мне кажется, что это все придает очень интересный внешний вид и уют. Гирлянда РФ – это качество и долговечность продукции. Полная гарантия – услуги по монтажу и производству нестандартных новогодних конструкций. Специалисты компании готовы решить любые задачи праздничного оформления. Гирлянда РФ имеет прямые поставки. Осуществляет оптовую и розничную продажу иллюминации. Нашу террасу теперь защищают вот такие вот мягкие окна. Это ПВХ очень хорошего качества, которые можно, кстати, использовать и зимой. И монтаж у нас проходил зимой. На них можно даже облокачиваться. Они защищают от ветра, от снега. Ну и в целом при обогревании помещений становится уютно и тепло. Я выбрала компанию Тенкар, потому что они уже очень давно на рынке самостоятельно производят пошив мягких штор. И для меня это важно. То есть я могу смело рекомендовать эту компанию. Шторы – это хорошо. Они защищают от ветра, снега. Но, конечно, самое тепло исходит из обогревателя. И у нас появился вот такой вот красивый газовый обогреватель. Он не только великолепно смотрится на нашей веранде, но еще замечательно греет. Обогреватель может использоваться на верандах, на притеррасных территориях, у кафе, в частных домах, в принципе, где угодно. Тепло обогревателя от компании ВВТ распространяется в диаметре трех метров. Он автономный, не зависит от других источников питания. Мобильные транспортировочные колесики имеются в комплекте всех моделей. И легкие в запуске. Имеет встроенный пьезоподжиг на батарейке. Работает обогреватель от компании ВВТ на композитном газовом баллоне HPC Research на 24,5 литра, который заправляется на обычной газовой АЗС для автомобилей. Этот газовый баллон абсолютно взрывобезопасен, защищен от негативных атмосферных воздействий, имеет небольшую массу и смотровое окно для определения оставшегося количества горючего, а также имеет длительный срок службы. Безопасное расстояние от обогревателя до потолка должно составлять не менее метра. Газового баллона хватает на 15 часов. Ну а так, как видите, это еще красивая стильная вещь, которая будет греть и радовать нас зимними долгими вечерами. А для подстраховки у нас появился еще один надежный друг. Это инфракрасный обогреватель, который нагревает помещение, но при этом не нагревает воздух. Из особенностей он предназначен специально для улицы, то есть не только для террасы. Можно и на открытых помещениях его использовать. Он водонепроницаемый, влагостойкий, достаточно симпатичный. Я сегодня рассказывала про встречу экологичного Нового года. И вот на днях у меня родилась идея. У нас колонна, с этой стороны мы выкрасили в белый ее цвет. Нашла на канале срезанное срубленное дерево, там были засохшие коряги. И решила сделать вот такой вот декор. Может быть, он останется как зимний вариант, а может быть, и перейдет в летний, я не знаю. Повесила здесь маленькую бельчонку, светодиодную маленькую гирлянду росу. И мне кажется, получилось очень даже мило и симпатично. Сегодня была зимняя интересная съемка про окончание, завершение строительства фасада. Впереди Новый год. Вообще, я хочу сказать, что дачная жизнь – это очень удивительное, увлекательное путешествие. Если у вас есть много идей, то именно в дачной загородной жизни вы можете их всех реализовать.